Перед началом работы с инспекторами встретился глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что вопрос неофициальной занятости на курорте запущен. 70% работников, трудящихся в малом и среднем бизнесе, не оформлены. То есть десятки сотрудников местных отелей, кафе и магазинов заработную плату получают в конвертах. В городе Сочи сегодня 41 тысяча пенсионеров, а это треть, имеют минимальную оплату пенсии. Почему они имеют минимальную оплату пенсии? Это уже понятно. Потому что официально они никогда не работали. Кто защищает государство в лице органов, которым это поручено? Других органов нет. Это инспекция по труду. Нужно проявлять принципиальность. И здесь мы, администрация города, всеми силами возможными, то есть дополнительными ресурсами людскими, мы будем всячески помогать делать эту работу. Помогать инспекторам выявлять неоформленных работников будут и полицейские. В рамках подобных проверок члены комиссии должны выяснять их фамилии, отмечает мэр. Это в пользу антитеррористической безопасности. Порядка, в общем-то, 100 организаций будут подлежать проверке. Ну, не только организации, конечно, индивидуальные предприниматели у нас в плане. Очень много предпринимателей, даже больше, чем юридических лиц. Работаем мы в соответствии с поручением вице-премьера правительства Ольги Юрьевны Голодец. То есть нам дано поручение по решению межведомственных комиссий. Мы обязаны проводить неплановые проверки. В других курортных городах есть та же самая проблема с оформлением трудовых отношений. То есть мы не можем сказать, что вот в других там все хорошо и оформлять. Нет. Просто здесь размер, масштабы бедствия, может быть, кажется, больше, потому что больше на самом деле субъектов предпринимательской деятельности. Десант инспекторов сегодня высадился в Вадлерском районе. Внеплановые проверки прошли и в Амеретинке, и в курортном городке, где, по данным специалистов, масса нарушений трудового законодательства. Как выяснилось, оклад в конверте выплачивают и в одном из известных кафе Кургородка. В райском уголке инспектор выявил трех неоформленных работников. Санкция за подобное нарушение – 100 тысяч за каждого. В данной организации непосредственно работали, ну, уже длительное время, 6 человек. И после мониторинга администрации заключены еще 6 или 7 трудовых договоров, которые уже непосредственно вот сейчас, мы обратили на них внимание, что действительно они уже как надлежащие оформленные работники. Но, опять же, работодатель не совсем до конца понял ситуацию, да, и все равно как бы неоформленные работники еще остались. Ну, настроены как бы с этим бороться однозначно, чтобы показать работодателям, что трудовое законодательство является очень важным. Предупреждения, как подчеркивает глава Сочи, дают нулевой результат, а иных полномочий у муниципалитета нет. Поэтому задача проверяющих – с максимальной пользой провести командировку.